Продолжение следует Наполненная светом, тишина молитвенна, а икона – та же молитва, только в красках. И есть ли нечто такое, что позволяет поверить в реальность божественной силы? Древняя Русь не знала такого вида искусства, как живопись. Первыми живописными изображениями на Руси были иконы. За тысячи лет иконопись выработала особое понятие красоте, во многом отличное от светского, привычного для многих из нас. В церковном искусстве, в частности в иконе, всегда проявлена духовная составляющая в большей степени. Задача мастеров – привлечь внимание молящегося, чтобы у него возникло желание обратиться посредством этого искусства к Богу. Лики святых на иконах – это лица тех, кто вне времени, кто уже в вечности освободившись от мирских страстей, свершивших духовное преображение. В них смирение и доброта, терпимость и нестяжательство. В иконе не ищут внешней красивости. Церковное творчество отличается иным пониманием красоты. Красоты духовной. Неверующий человек может получить эстетическое удовольствие от иконы, он обращает внимание на колорит, он обращает внимание на то, как написана эта икона. Икону сложно воспринимать отдельно от храмового пространства. В храме восприятие иконы будет абсолютно другое. Икона в храме – это призыв к молитве. И чем сильнее написан образ, тем легче душа отзывается на этот призыв. На подлинную икону можно смотреть часами. Ты будешь в нее погружаться и видеть святого, его святость. Это не картинка, это реальная связь с человеком, который на ней изображен. Конечно, все зависит от того, кто напишет икону и кто будет потом ее созерцать. Когда икона произвела на тебя впечатление, можешь замереть от восторга, благолепия, от необъяснимых чувств. Ты увидел – она твоя. Творческий процесс описать вообще очень трудно. А такое явление, как иконописание, тем более. При этом следует понимать, что это не творчество в том смысле, в каком мы воспринимаем светских художников. Иконописание – это церковное служение. Работа иконописца рутинная, будничная. Мы в иконописной мастерской Ивана Хороброва, которую он с товарищей организовал семь лет назад. Благочестие, конечно же, оно главное в нашем деле, в деле иконописания, но оно не единственное. То есть все-таки нужно знание. Нужно знание, нужно образование, нужно понимание дела. В каждом деле существует своя поэтапность. Сначала берется доска. На доску наклеивается холст. На холст накладывается грунт. На грунт наносится рисунок, контуры будущего изображения. Для каждой иконы есть образец. Какой она должна быть в соответствии с канонами. После рисунка золотят фон и другие детали, для чего используют сусальное золото. Итак, этап за этапом. Икона пишется в несколько слоев с промежуточной сушкой. Это тяжелая работа. Надо понять, что икона – это искусство прежде всего литургическое. Если на первый взгляд кажется, что иконописец похож на художника, на самом деле иконописец больше похож на переписчика Евангелия. И не только переписчика, но и отчасти толкователя. Иван Хоробров – один из немногих в Красноярском крае мастеров с высшим иконописным образованием. Он закончил иконописную школу при Московской духовной академии в стенах Труицко-Сергиевой лавры. У остальных – светское художественное образование. Каждый по-своему пришел к вере. А коль скоро все они художники, лучший способ послужить церкви – заниматься иконописью. Батюшки всегда имеют нужду в художниках и сразу благословляют. Но не всегда есть возможность найти учителей. И поэтому часто учат сама жизнь. Даже, может быть, какие-то испытания житейские. Каждый свой путь. Первую иконописную мастерскую Русской Православной Церкви разрешили открыть в 80-х годах минувшего века в Москве. Большинство икон старых мастеров тому времени погибло. Но мы утратили не только иконы, но и традиции. Остались лишь немногочисленные образцы. В наше время каждый, кто берется написать икону, в каком-то смысле становится пиропроходцем. Я подбираю цвета, делаю выкраски, прежде чем приступить к исполнению на доске. За основу взятат троица Андрея Рублева. Троица Андрея Рублева – самое известное и самое таинственное изображение Бога в истории иконописи. Никто не сказал глубже о тайне божественного триединства так, как сказал Андрей Рублев. Образ троицы – это учение о любви, единства духа и гармонии, записанное красками. Есть множество списков с этой иконы. Но никогда это не было копией, в буквальном смысле, как художники делают. То есть точь в точь, вот это повторить. Список, он всегда предполагает, так сказать, нечто даже большее, чем просто копирование. То есть человек не принтер. Другое название – предвечный совет. Это общение Бога Отца, Сына и Святого Духа о спасении человечества. Три силуэта образуют между собой чашу. И чаша на престоле – символ жертвенности Христа. Четвертое место для каждого из нас. Тот, кто приходит к иконе, становится четвертым. Я пытаюсь максимально приблизиться к нему в том плане, что как решено, какие ритмы красивые, как он все это организовал. То есть там целая философия. Виктор Привалихин закончил Красноярское художественное училище имени Василия Ивановича Сурикова. Заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников. Долгое время занимался живописью, а последние 10 лет пишет иконы в мастерской под Девногорском. В так называемом Старом или Знаменском скиту. Это все, что осталось от церкви, основанной в 1888 году. Тогда она была среди здешней тайги первым строением. Сегодня здесь словно отшельники, обитают только художники, арендуя мастерские. Некоторые пишут иконы. Я занимался выставочной деятельностью. Пейзажи, натюрморство, то есть в принципе были портреты. А где-то, наверное, чуть больше 10 лет назад меня попросили написать одну икону. То есть во время ее написания я испытал определенную радость. Ну и как-то это до сих пор больше и меньше продолжается. У меня как-то к сердцу ближе иконы там византийского раннего искусства. Московская школа, Новгородская, где-то Псковская. Ну и за образцы я стараюсь в какой-то степени брать эти школы. Иконописные традиции были разрушены еще до революции. Окончательно иконописных школ мы лишились приходом советской власти. Остались только отдельные образцы. В каком стиле писать икону, в какой технике, манере работать, сегодня решают сами художники. Каждый к этому по-разному пришел. Но именно все началось просто с художников, которые стали по-другому смотреть на мир, которые где-то, может быть, стали воцерковляться, которые полюбили иконопись и как икону, как иконотворчество и как форму творчества. Мы уже говорили, что церковное творчество от светского отличается иным пониманием красоты. Лик святого не должен выражать никаких эмоций. Большие глаза смотрят прямо, заглядывая в душу человека, который будет молиться перед образом. Пришедший в храм, увидев икону, должен почувствовать, что святой, изображенный на ней, видит и слышит тебя. Когда ты видишь, что между изображением святого и тобой возникает какая-то необъяснимая связь, такого никогда не возникнет ни под каким произведением искусства. Потому что перед многими иконами ты готов упасть на колени перед ними. Я верю в чудотворные иконы. И сколько раз у меня бывали тяжелые, ну, грубо говоря, почти смертельные случаи, обращаешься к Богу и обращаешься не просто с молитвой, заученной наизусть, как стихотворение «Я вас любил», а с молитвой, которая идет из тебя сама. И возникает эта связь, и Господь видит и помогает. Главной святыней знаменского скита была чудотворная икона Божьей Матери Знамения Абалакская. Самый почитаемый в Сибири богородничий образ. Скит перестал существовать в 1920 году. Икона гибели избежала. Сейчас она нашла свое пристанище в Девногорске, в Знаменской церкви, вместе с чудом сохранившимися старыми иконами и новыми, написанными специально для этого храма Виктором Привалихиным. Не всем под силу написать новый образ, особенно, если это образ новомученика. Тут очень важно как раз не уйти в лишнюю реалистичность, то есть не сделать именно портрет. То есть нам важен не портрет, нам важен образ святого. А здесь очень важно знать его житие. В иконе мы показываем вечность, то есть человек, который пребывает в вечности. Почему они святые? Потому что они жизнь прожили так, что угодили Богу. У иконы свой язык. Нимбы над головами олицетворяют святость. Глаза, проникновения, божественные тайны. Склоненные фигуры, покорность, божьи воли. Золотой цвет, божественную благодать. Аскетичные лица, большие серьезные глаза, удлиненные тела. Красота духовная, а выше красоты телесной. Особо почитаемые святые узнаются без труда. Сергий Радонежский, Серафим Саровский И, конечно, Николай Чудотворец. Спустя 1700 лет его почитает и любит по-прежнему весь мир. Что же так в нем впечатлило человечество? Это как самый близкий друг, оказывается, у нас среди всех причисленных к лику святых. К нему можно обратиться в любом случае. Только к другу можешь прийти с этой просьбой и к Николе. Что бы у тебя в доме не было, денег нет к Николе, мужик загулял к Николе, поехал в путешествие к Николе. Это близкий друг всех, всех верующих. Но что бы святой стал в жизни опорой, икону важно сделать живой. Вложить в нее частичку своей души. Живой – это то, что человек переживает, пропуская через себя. Зная житие, старается понять святого. Ощутить, прочувствовать. Иконописец находит посвященную ему молитву и читает ее перед началом работы. И если что-то не получается, просит святого помочь. С постом и молитвой. Так пишутся настоящие иконы. В общем-то, мы занимаемся и отчасти возрождением древней иконы. Чтобы написать так же, как писали древние мастера до времен Андрея Рублева, соответственно, недостаточно просто разобраться в рисунке, в композиции. Тут нужно все-таки сделать и соответствующий технический подход к этому изображению, последовательность нанесения краски. Эти краски, вот иконы, хорошо сохранившиеся, до сих пор мы видим в музеях, которые не утеряли свою цветоносность, сохранность. Путь постижения ремесла иконописца бесконечен. Иконопись – это то, в чем человеку никогда не достичь совершенства. Икона, как богословие в красках, открывается не сразу. За каждой стоит духовный опыт. Современные иконописцы, они основываются на старых образцах, копируют, но есть такие иконописцы, по крайней мере, у меня среди знакомых был такой человек, который действительно старался это как-то духовно пережить. И я считаю, что это первостепенно, и это даже важнее, чем умение профессионально писать. Речь идет об Андрее Кольцове, ушедшем из жизни в минувшем году в возрасте 40 лет. Взгляните на иконы, написанные его рукой, и вы поймете, каким он был человеком. Теперь через эти иконы люди приходят к Богу. Здесь он трудился долго. Он здесь с 96-го и, наверное, до 2011-го года работал над иконостасом храма Иоанна Претечи, который вы сейчас вот видите за моей спиной, и этому посвятил всего себя. Все на столе, размяты краски, душа смиренна и легка, и от его отцовской ласки тепла и праведна рука. Как тонкий, как послушный кисти, за слоем слой, и еще разок, глубок, как тайна Евхаристии, все проникающий мазок. И вот уже ложатся тени, и этот вечный дивный лик. Иконописец, ты как гений в непостижимое проник. Тебя поэзия вселенной укроет от лихих начал. Иконостас, как дух нетленный, твоей иконе пьедестал. Это какая радость людям, когда строится храм, сдается иконостас, смоешь, какие глаза у прихожан, как это все это. Ты знаешь, что это надолго, и получаешь удовлетворение. Иконостас, это же не просто украшение, церковная преграда и алтарная. В общем-то, это же каноны, каждый элемент резьбы, каждая вещь в иконостас, она несет свое значение. Но они все разные, ни одного одинакового нет. Валерий Яковлевич Цурган, столик краснодеревщик, дипломированный инженер-деставратор, со своей командой производил реставрационные работы в Красноярском краеведческом музее, музее имени Василия Ивановича Сурикова и многих других. С возрождением Красноярской епархии стал создавать церковную отварь, киоты, иконостасы. Почти все, что связано с деревом в храмах Красноярского края, от юга до севера, дело его рук. Ставится иконостас, ось храма, ставишь Спаса, Богородицу, и все время как-то получается, что луч солнца освещает, начинает освещать на лике икон. Это закон, даже пасмурно все. И понимаешь, что что-то природа радуется, это какой-то Диксон, когда ехали на Диксон, был шторм, привезли иконостас, стали разгружаться. Ну, Сочи. Штиль, солнце просто до горизонта. Но я понимаю, что это не просто так. Здесь все одинаковые. И столер, и резчики, и сборщики. Все должны быть вдохновлены. Здесь надо не просто делать, здесь надо твориться, прикасаясь к красотой, становиться мастерами, понимающими, чувствующими, что иконостас должен быть сделан для людей на века. Иконостас – один из главных элементов храмового братства. Каждый по-своему уникален, но в каждом заложена общая идея становления церкви – единения небесного и земного. Иконостас напоминает книгу, состоящую из отдельных глав, чинов, читать которую следует сверху вниз. Закатный луч вдали угас, С небес мерцают стразы, С улыбкой кроткой Вводят спас рукою богомаза. Открыты царские ворота, Церковного предела, Осталась где-то суета Вне божеского дела. А как же трудно соблюсти Церковные каноны, И все ж душой его цвести доверию иконам. И над колонною витой, Забыв о бренной пище, Он кистью светлой и святой Соцветия истин ищет. Если сравнить икону и роспись, Можно отметить то, Что все-таки икона Несет такой более Сакральный, камерный характер, То есть именно отношение человека К богу через икону, То росписи, они все-таки Такой монументальный, Масштабный, имеют размер И повествует о Евангельских сюжетах, О жизни Христа, святых, подвигах. То есть это как книга Евангелия в красках. Иконописная мастерская Ивана Хараброва Начиналась с росписи храмов. Даже самые известные художники Всегда считали за честь, Когда их приглашали Расписывать храм. Это очень ответственная работа. Надо уметь писать В больших масштабах, Писать быстро. Это не икона, Которая может подождать Вдохновение. Зачастую приходится писать Уже во время Уже освященных храмов, Когда идут службы. И поэтому мы пишем уже По сухому грунту Силикатными красками, Которые проникают В слой штукатурки, Ну, грунта, И дают такую Бархатистость, прозрачность, Которая напоминает фреску. Стены храма Иоанна Предтечи Выполнены в византийском стиле 12 века. За образец были взяты Росписи старых православных храмов. И даже был сохранен чудом Уцелевший фрагмент Росписи 19 века. Роспись, конечно, Носила такой живоподобный характер, То есть это икона, Так, к которой мы стремимся, Каноническая. Она утрачена была, И в то время, конечно, В 19 веке она совершенно была забыта. В технике написания икон Мало что изменилось Со времен Андрея Рублева. Но религиозное сознание Стало другим. Техникой можно овладеть, Научиться копировать образцы, Вот только веру в того, Кого пишешь, Скопировать не получится. Чтобы написать настоящую икону, Нужен не только дар художника, Но и дар веры. Икону нужно писать с верой в Бога. И только тогда она станет Подлинной молитвой в красках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok